Полтора миллиона переселенцев. Именно такие данные приводят официальные правительственные источники. Какие судьбы стоят за этой безликой цифрой, решил выяснить немецкий театральный режиссер Георг Жено. Вместе со своими единомышленниками он готовит проект, посвященный историям тех, кто бежал от войны на Донбассе. На встрече побывала и наш корреспондент Анастасия Пугач. Киностудия Довженко в Киеве. Режиссер Георг Жено знакомится со своими первыми героями будущего спектакля о судьбах переселенцев. Сегодня я живу здесь, завтра живу. Там это нормально. Денис Денисенко в Киеве сменил уже четыре квартиры за год. Говорит, однажды обязательно вернется домой. В столице он возглавляет Международный фонд еврейской помощи. Сопровождает гуманитарные грузы на неподконтрольную Украине часть Донбасса. В театр переселенца пришел, чтобы поделиться своими эмоциями. Людям показать, как это, не с точки зрения, с чем мы сталкиваемся, а в плане жилья, с какими ощущениями, чувствами, переживаниями. Это крайне важно. 30-летняя Светлана из Донецка в Киев переехала лишь три месяца назад. До этого женщина год прожила в Бердянске. Украинский филолог рассказывает, здесь ей не хватает своего арфоэпического словаря украинского языка. Вывозить редкую книгу через донецкие блокпосты женщина побоялась. На встречу пришла, чтобы познакомиться с товарищами по несчастью. Решила прийти, потому что нуждаюсь в общении, просто чувствую себя на месте немножко изолированной. Поэтому хотела общения, прежде всего именно общения. Для Ирины июль прошлого года стал самым тяжелым периодом в жизни. Тогда под обстрел попал ее дом в Калининском районе. Осколки снарядов посекли стены, крышу и окна. Было очень страшно, когда я позвонила маме, потому что видела в ВКонтакте, что что-то происходит дома. Мама сказала дрожащим впервые в жизни голосом, что Ириша у нас разрушен дом. Это был правда самый страшный момент в моей жизни. Как хорошо, что мама стояла возле окна, вот она смотрела через окно, которое разбило осколками. Как в нее не попали осколки, остается чудом. Театральный проект авторы назвали «Где Восток». Идею начали воплощать психотерапевт Алексей Карачинский и театральный режиссер Георг Жино. В Украине постановщик из Германии работает уже год. В конце 2014-го вместе с группой волонтеров он отправился в послевоенную Николаевку, где пристал перед детьми в роли святого Николая. После поездки родился спектакль «Николаевка», где главные роли сыграли сами школьники, пережившие боевые действия. В новой постановке «Где Восток» свои истории со сцены также расскажут сами переселенцы. Одна переселенка, они сейчас в Львове живут, пытаются дома строить. И вдруг ее из Тонецка послали часть вещей из дома. И она открыла этот пакет, чувствует запах дома. С каким стержнем некоторые люди стараются в новых обстоятельствах заново жизнь строить. И на этом мы хотим упираться. Премьера спектакля «Где Восток» состоится 25 октября. Авторы проекта надеются получить международный грант, чтобы актеры-переселенцы могли получать зарплату за игру в спектакле. Анастасия Пулач, Алана Нисимов, Телеканал Донбасс.